Сама нашего урока – это повторение изученного материала нормированной встречи. Сегодня вы повторите виды литических и грамматических ошибок, будете представлять ударение, правда, амфографические и литические и грамматические ошибки. Задумайтесь о том, насколько грамотно ваша речь, и о том, что вам предложили, нужно относиться очень внимательно. Ребята, помните, в случае необходимости видеоурок можно остановить, чтобы обнимать задание, а также можно смотреть повторно. О том, как будет осуществляться проверка выполнения задания, расскажет ваш учитель. А в начале урока – амфографическая разминка по строку ударения в словах. Помните, что можно нажать «Стоп», чтобы успеть все записать. Проверим? Давайте. Апостров, асимметрия, балую, бензопровод. Причем во всех словах «напровод» ударение идет смену на последний слог. Газопровод, пустиковод, нефтопровод, кроме одного слова – электропровод. Ключат, вручит, генезис, глашатый, диспансер, жалюзи, каталог, колледж, форзац, таможня, прибывший. А у вас правильно? Орфографическая разминка. Ребята, иставьте в представленных на экране словах все допущенные ошибки. Будьте внимательны, здесь есть слова, которые написаны правильно. Приступим к проверке. Итак, в первом слове лишняя буква «н». Впрочем, как и во втором – дерматин. Слово «дикобраз» написано правильно, а вот в слове «поскользнуться» – лишняя буква «д». Ведь мы идем по-скользкому, а не под-скользким. В слове «пощетина» та же самая история – по щеке, а не под щеку. В слове «прецедент» мы уже знаем по первому слову, что лишняя буква «н», а вот следующее слово очень многие произносят и пишут неправильно – скрупулезный. Слово «инцидент» написано правильно, а вот в словах «компрометировать» и «конкурентоспособность» – лишние буквы «н». Слово «будущее» без ошибок, а вот в слове «жаждущее» – лишняя буква «н». А вы справились с этой работой? Отлично. Наш сегодняшний урок мы проведем под таким вот девизом «Готовимся к итоговой арестации». Почему? Просто-напросто потому, что в критериях оценивания, то есть это та оценка, которая пойдет у вас в русский язык, в критериях оценивания учитываются допущенные вами речевые и грамматические ошибки. То есть для того, чтобы получить высокий балл, у вас не должно быть не просто орфографических и путационных ошибок, но и с лексическими и грамматическими нормами тоже должно быть все в порядке. Именно о них мы сегодня и поговорим. Итак, лексические нормы – это нормы, определяющие правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или форме, а также употребление его в всех значениях, которые оно имеет в литературном языке. К лексическим ошибкам относятся смешение паронимов. Напомню, паронимы – это слова близкие по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению. Посмотрите, были приняты эффектные меры. Слово «эффектные» вместо его паронима «эффективные». Следующий вид ошибки – это лексическая несочетаемость. То есть, очень часто мы употребляем вместе слова, которые в принципе сочетаться не могут. Смотрите, шокированный, прекрасный игрой актеров. Прекрасной игрой актеров можно восхищаться. Лексическая избыток. Когда мы употребляем два слова, смотрите, например, низким басом, но в слове «бас» уже заключено значение «низкий голос», получается, что слово «низкий» у нас стало лишним. Вспомните, часто, да, неправильно мы можем слышать такое употребление. Моя автобиография, первая премьера – это как раз все ошибки, связанные с лексической избыточностью. Искажение фразеологизмов – это тоже лексическая ошибка. Фразеологизм – это устойчивое сочетание, и менять их нельзя. Его поймали на честном слове. Обратите внимание, ребята, употребление просторечных слов недопустимо в ваших эссе. Как нельзя использовать просторечное слово «объегорить» в этом предложении? И, конечно же, социология – употребление рядом двух одновременных слов. В рассказе рассказывается. В рассказе говорится, в рассказе вспоминается, в русском языке очень много глаголов, которыми можно заменить слово «рассказывается». Проверьте себя. Найдите в данных ниже предложениях все нарушения лексической нормы. Помните о возможности нажать «Стоп», чтобы успеть все записать. О том, как вы сможете проверить это задание, вам скажет ваш учитель. Переходим к грамматическим нормам. Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы, то есть в структуре слова, словосочетания или предложения. Давайте посмотрим виды грамматических ошибок. Итак, ошибочное словообразование. Вместо неизгладимого – вдруг неизгладимого. Вместо отъезда появилась уезда. Или это может быть ошибочное образование формы существительного. Чаще всего ошибки в образовании формы существительного возникают при образовании формы множественного числа, именительного и родительного падежа. Мы же часто задумываемся. Апельсин или апельсинов? Докторы или доктора? Доктора. Доктора. Шоферы. Договора или договоры? Конечно же, договоры. Следующий вид ошибки – это ошибочное образование формы прилагательного. Чаще всего это связано с неправильным употреблением составной сравнительной, составной превосходной степени. То есть очень часто мы ставим прилагательное два раза в сравнительную или два раза в превосходную степень, как показано в примере. Ярче – уже сравнительно. Более ярче мы поставили сравнительную степень в два раза. Красивейший – это уже превосходная степень. И слово «самое» будет совсем лишним. Или можно сказать «самый красивый». То есть поставить прилагательное в начальную форму. Помним, да? Самый лучший день наступил вчера. Как поется в песне. Ошибка. Ошибочное образование формы числительного. Оно связано с тем, что мы забываем о правилах склонения этой части речи. Особенно часто это возникает с числами, оканчивающимися на 100. 800, 200, 500. Запомните это. Ошибочное образование в форме стремления. Помним об этом. Следим за своей речью. А также ошибки в образовании форм глагола «причастие» или «депричастие». Например, «сох», а мы вдруг сказали «сохну». Необходимо сказать «говоря», а мы образуем «говорив». Или забываем о том, что в «причастие» нет форм будущего времени. И поэтому слово «накормящий» просто невозможно. Ошибки, грамматические ошибки, могут быть также и в построении предложения. Давайте посмотрим. В первую очередь, это нарушение связи между подлежащими и сказуемыми. Чтобы проверить, правильно ли вы связываетесь с подлежащими и сказуемыми, обращайте внимание на число и род. Они должны совпадать. Смотрите, как в примере. Слово «большинство» подлежащие в единственном числе, а слово «возражали» стоит во множественном числе. Это уже ошибка. Большинство возражало. Далее, это может быть нарушение способа выражения сказуемого, как, например, в этом предложении, которое подлежащие и попея вдруг стало сказуемым. Неправильно предложение это записано. Далее, очень часто встречаются у учеников ошибки в построении предложения с однородными членами. Вот посмотрим одну из самых распространенных ошибок. «Страна любила и гордилась поэтом». Но глагол «любила» требует у нас винительного подлежа «любила кого что». Глагол «гордилась» требует творительного подлежа «гордилась кем-чем». И у нас получается, что однородные сказуемые управляют разными подлежами. Значит, они при этом не могут иметь общий второстепенный член предложения. Как исправить? Страна любила поэта и гордилась им. Наверное, самыми распространенными в СССР являются ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом. Здесь мы должны помнить, что подлежащее – это тот предмет, который выполняет действие. Сказуемое – это основное действие. А вот деепричастие – это добавочное действие, которое стоит при основном действии вырослым глаголом. Но ведь это добавочное действие тоже должно выполнять подлежащее. Поэтому, чтобы проверить правильность строения предложений с деепричастным оборотом, переводим деепричастие в глагол. Что получится в этом предложении? Чудство возникает и читает. Чудство читает, научилось. Чтобы исправить такую ошибку, необходимо это простое предложение переделать, переструить сложное, чтобы дать деепричастие своем отдельное подлежащее. Также часто встречаются ошибки в построении предложений с причастным оборотом. Найдите причастный оборот в этом предложении. Конечно, проваливающимся под ногами. Смотрите, и оказалось, что определяемое слово «снегом» внутри причастного оборота. Это невозможно. «Была покрыта проваливающимся под ногами снегом» или «снегом, проваливающимся под ногами». Ребята, посмотрите внимательно на это предложение и укажите те, в которых соблюдаются все грамматические нормы. А также исправьте предложение с грамматическими ошибками. Можно остановить просмотр, чтобы успеть выполнить задание. Сколько у вас получилось правильных предложений? 2. Во всех остальных допущены грамматические ошибки. Попытайтесь определить, какие именно. О том, как можно будет проверить это задание, вам расскажет ваш учитель. Итак, составьте топ-5 видов лексических и грамматических ошибок, которые вы лично часто допускаете. Здорово, если у вас не наберется топ-5 ошибок гораздо меньше. Выполните дополнительные задания по этим видам ошибок. Будьте внимательны, и тогда у вас всегда будут только пятерки. Продолжение следует... Продолжение следует...